Всем привет! Как говорится, на свободу с чистой совестью. Я сегодня первый день вышла на работу. Сугробы маленько подтаяли. Уже даже лужи везде. До работы ели, до кондыбала это точно. А как сейчас вот в машину захотела, это знаете, это целый трэш был. Вокруг наледь, сзади, видимо, чистили. И тоже такой бугор. И скользкий-прискользкий. Я вот до своей дверцы еле доползла, держась руками за обе машины. Кое-как проникла в машину. Стекло лобовое в снегу. Я не знаю, как его чистить, мне до него не дойти. Очень скользко. Снег этот, бугры, сугробы подтаял. И они такими, очень скользкими буграми. Не знаю, не знаю, как сейчас. Наверное, буду оттаивать лобовое стекло. Но мне его не почистить, не добраться до туда. И выезжать еще не знаю как. Потому что последний раз, когда я ездила на машине, это когда меня муж вытащил. Это две недели назад было больше. Он меня вытащил. И все, я съездила по делам и обратно ее поставила. И больше машину я не брала. Ну, солнышко. Сегодня, наверное, луж будет еще больше. На улице так хорошо, плюс два. А сегодня мы с вами поговорим на такую тему о дальнейших наших действиях, когда мы приехали в Эстонию. О том, какие документы нам нужны. Как нам здесь обосноваться. Мы же тут здесь собираемся жить, работать, учиться. Поэтому начнем с того, как мы ждем вид на жительство здесь. Если вы еще без вида на жительство. Мы с мужем, когда расписались, мы стали подавать документы на вид на жительство. Для этого он должен был меня прописать у себя. Мы прописал он. Хотя прописка здесь не важна. Но для приезжих надо где-то прописаться. Так вот, он меня прописал в своей квартире. Следующее, что мы сделали, мы пошли получать медицинскую страховку. У нас есть фирма, я не знаю, может какие-то другие, есть страховые эрго. В Вихве находится эта фирма. Мы пошли туда получать медицинскую страховку. Стоимость страховки зависит от вашего возраста, от ваших хронических каких-то заболеваний. Но у меня хронических заболеваний нет. И поэтому вы тоже смотрите, когда будете там заполнять анкету, что у вас там есть какие-то хронические заболевания, как-то с этим будьте осторожнее, потому что, видимо, все-таки стоимость страховки будет дороже, если у вас что-то такое есть. И на тот момент, по-моему, стоила где-то 500-600 евро страховка на год. А для получения вида на жительство обязательно надо иметь медицинскую страховку. Но мы тогда заплатили за три месяца. Решили не платить полностью, заплатили за три месяца. И это было замечательно. Как-то получилось так, что так и надо было. В вашем случае, может быть, даже можно договориться платить ежемесячно. Так, может быть, вы раньше найдете работу или раньше встанете на биржу, которая за вас будет платить медицинскую страховку. Поэтому смотрите, как вам лучше. Лучше, конечно, эту сумму разбить на месяца или как, ну, поквартально, что ли, так можно сказать. Ну, и самое-то интересное, мы заплатили за эту медицинскую страховку за три месяца и пошли подавать документы на вид на жительство. Меня тут спрашивали, нужно ли справку с работы о зарплате мужа. По-моему, мы никакую справку не давали, потому что в департаменте полиции и погранохраны они там на месте видят, где он работает и сколько он получает. Никаких бумажных мы ничего не приносили. Мы единственное заявление заполняли в этом департаменте полиции и все. А чтобы каких-то справок у нас на руках этого не было. Единственное, вот страховка, страховка вот эта медицинская. А так они видят, что он работает и он может меня как бы содержать здесь. Поэтому, ну, это в том случае, если вы выходите замуж. А если вы вид жительства имеете по работе, то, конечно, приглашающая сторона должна, ну, вот это вот заявление на ваше проживание здесь оформлять. Вот. И самое-то интересное, что отдали мы документы, вот департамент полиции и погранохраны. И я уехала в Россию ждать, когда мне одобрят этот вид на жительство. А одобрение пришлось ждать два месяца. То есть я была, как бы, медицинская страховка у меня была оформлена. А сидела я в России и ждала, когда же будут готовы мои документы. Потому что у меня там от шенгена оставалось пять или семь дней, по-моему. Эти дней я оставила для того, чтобы сюда приехать и забрать свою эту вид карту. Приехала я сюда в ноябре месяце. Вот как раз два месяца ровно делали мне, оформляли мне вид на жительство. Забрала эту ИД-карту. И все. И я пошла, поехали мы с мужем подавать документы на то, чтобы меня поставили в кассе по безработице на учет. И да, и когда вы встаете на учет в кассе по безработице, а у вас, как бы, оформлен договор страховки на год, но вы оплатили вот за тот промежуток пока еще, вы должны прийти и расторгнуть этот договор. Иначе вам в следующий месяц уже пойдет вот эта оплата. То есть не забудьте в страховую компанию позвонить или появиться там и сказать, что все, вам эта страховка уже медицинская не нужна, потому что вы или на бирже, или вы устроились на работу. Это не забудьте сделать. И у нас как раз тогда прошло ровно три месяца, за которые мы заплатили. И мы позвонили, и они сказали, очень хорошо, что позвонили, иначе бы следующий месяц уже опять пошел бы насчитываться сумма этой страховки. То есть чтобы не переплатить, лучше вот так поступить. Ну вот вы встали на биржу, либо устроились на работу, вам надо еще найти здесь семейного врача. То есть врач, за которым, ну который ваш семейный врач. В России это называется участковый терапевт, здесь это называется семейный врач. У меня у мужа был семейный врач, поэтому мы и записались к ней. А так вы можете посмотреть, на наших, ну какому семейному врачу вы можете записаться. Посмотрите на сайте Вида Вирума, или где вы там будете проживать, в Таллине, в Тарту, в Пярну, какие есть семейные врачи, телефоны все есть. То есть в интернете вы это все можете найти. И записаться к семейному врачу. Перед этим, конечно, если у вас есть какие-то знакомые или кто-то, посоветуйтесь с кем-то, какой из них, ну, вам подойдет. Ну, как подойдет? Подойдет он вам, это вы узнаете потом, когда вы будете там его пациентом. А вообще так вот, посоветуйтесь, все равно же вы сюда приедете как бы не на ровное место. Кто-то у вас тут уже будут знакомые, либо работодатель, либо еще те, кто вас сюда пригласили. Поэтому надо записаться, да, к семейному врачу и стать его пациентом, для того, чтобы, ну, в дальнейшем вам было куда обращаться по поводу ваших каких-то болячек. Я, конечно, приехала в Эстонию. У меня была такая толстая медицинская книжка. Ну, какая толстая? У меня не было никаких там серьезных заболеваний никаких. Ну, с этой медицинской книжкой. Ну, ходила в поликлинику и на профосмотры, и на какие-то там приемы, и что-то там бывало болело. Эта медицинская книжка, никто у вас здесь ее смотреть не будет. Здесь у вас медицинская история начнется с чистого листа. Ровно так же, как и ваша трудовая деятельность. И моя вот эта трудовая книжка тоже толстая, хотя я проработала всю жизнь на одном месте. Менялось название предприятия, и менялись мои должности на этом предприятии. Эта трудовая книжка тоже здесь нигде не потребовалась. Она так и лежит. У меня все в тумбочке дома. Здесь все начинается с чистого листа. И ваша трудовая деятельность, и ваша история болезни. И да, при устройстве на работу здесь, моему работодателю не нужно было мое вот это вот портфолио, мой этот послужной список, где я до этого работала, где я до этого училась. Достаточно было моего CV с мотивационным письмом, где подробно было все расписано, где я работала. Мои документы в России, мой диплом, моя трудовая книжка, никто у меня на это не смотрел. Все поверили, как говорится, на слово. То есть то, что у меня было написано в CV, то и явилось моим документом при устройстве на работу. В одном из недавних роликов своих я сказала, что я не смогу вам помочь здесь как-то обосноваться, трудоустроиться или как-то перебраться в Эстонию. Я не смогу этого сделать, не потому что я это не хочу, а потому что я не знаю, как это делается. Но мне тут написали такое сообщение сначала, что ну помогите, ну помогите мне перебраться в Эстонию. Я, ребята, не знаю, как помочь. Мне прислали CV свое на электронную почту. Я не буду его никуда рассылать в этой CV. Я не знаю, куда его рассылать. Ну и в довершении всего этот человек меня, видимо, решил добить. Он вчера написал, чтобы я ему тут жену нашла. Еще параметры сказал. Спортивного телосложения. И желательно, чтобы могла выезжать в Россию. Короче, когда я отказалась искать работу, мне предложили найти ему жену. Ребята, не буду искать ни жену, ни мужа, ни работу. И богу, советам, я уже говорила, что советам помогу. А так, извините. Извините, нет. У меня не настолько большой круг общения здесь, круг знакомых, чтобы я могла открывать какое-то брачное агентство или трудоустраивать вас как-то. Нет. У меня своя жизнь, и я буду заниматься своей жизнью, не устраивать чужую. Поэтому уже... Ну вот, вкратце и все о первых шагах жизни в Эстонии. Потом все это, конечно, накапливается, как снежный ком. Вы начинаете владеть больше информацией, обретаете какой-то опыт. Это так вот, вкратце. То, что я вспомнила, как это все начиналось, как это все было. В следующем видео я хочу рассказать о том, как купить автомобиль в Эстонии, что для этого надо, какие нужны документы, что там оформляется для авто в Эстонии, какие существуют кредиты, лизинги и страховки и налоги для покупки авто в Эстонии. А на сегодня все. До новых встреч. Всем пока. Вы были на канале из Эстонии с любовью. Спасибо, если досмотрели видео до конца. Это является очень хорошим мотиватором для продвижения канала. Если есть какие-то вопросы или замечания, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я постараюсь на все ответить. Всем пока.